Тачка невозврата Общество трушных людей, которые близки мне по духу и все мы не стоим на месте На данном этапе я имею Ниссан Лаурель, который я однажды проиграл в гонке Тогда я его знатно ушатал, он ходил по рукам, гнил и убивался Но совсем недавно я нашел его, нашел и вернул А еще у меня теперь нет долгов, я должен был Субару Леши, как и обещал, отдал ему WRX Но не все так гладко, как хотелось бы, смотрим Субару распил? Я же тебе 10 раз это говорил Люк был у нашей? Я не помню, не было, помню Не было А знаешь что? А вот этой машиной есть люк Я тебе больше скажу, если смотреть нюансы, посмотри Вот эта золотая субаровская эмблема на бочине Если это наклейка поверх, ее бы сдирали Остался бы след Теперь смотри, спойлер задний Он с золотой полосой Ну да Еще бонусом смотри, видишь задний бампер С клуком снизу таким У нас его нет Смотри, у нее фонари задние фонированные Какой человек умудрится фары растонировать Ну блин, тут все просто водится к тому, что... Хера ты, блядь, Шерлок Холмс Ты сейчас такое расследование провел, я ни разу мне ничего не сказал Ну да, 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 ты не говорил, я тебя не слышал даже, я даже не понял Я тебе подхожу, говорю, тачка-то синяя Ты такой, ну ладно, синяя Я откуда знал, я же не знал, что она там из пяти собрана и разных, или там из двух Она вся голубая, включая пороги, пол, жопу, кроме вин номера Вин номер вообще другой машины? С моторного щита, нет, вин номер скорее всего ее А вся остальная часть, вот задняя, это другая машина, да? По передним стойкам Поэтому она так стоила дешево? Ясен, Фера Я думал, я вообще там джекпот сорвал, 170 кусков Не, ну владелец я точно, наверное, не знал, потому что он не слился Он у меня постоянно сейчас даже спрашивает, что как Субару, как Субару Я не знаю, что Леша сейчас мне сделает, если он это узнает А ему надо сказать об этом Не, я, ну он сам видел, что она кривая, косая Просто это, я сам вчера только увидел, что она по стойкам пилина Я бы стойку дернул такой, трын, а там это, шоп Итак, Субару Пока ничего не понятно И чуть позже мы с ней разберемся Пока нужно придумать что-то Я думал, что делать с волчарой Если это автомобиль, который сейчас в убитом состоянии Ездить сейчас на нем у меня просто нет, наверное, времени Потому что надо делать бизнес Что самое простое можно придумать, чтобы поднять бабла Когда у вас есть только 40 тысяч рублей в кармане И вот такое ведро Конечно же сделать авто... Какой можно самый простой бизнес начать Когда у вас есть в кармане только 40 тысяч рублей И вот такое ведро Конечно же Открыть автосалон Мы это сделаем? Иван, скажите мне, Иван Короче, пива больше не пьет, он ест конфетки Я хочу, чтобы в нашем синдикате Блядь! Я хочу, чтобы в нашем... Вот это будет стоить? Сейчас ты же скажешь Я хочу, чтобы в нашем синдикате... Я хочу, чтобы в нашем синдикате... Ты из нас есть? Ебан! Да, он газель меняет, кстати Я хочу, чтобы каждый член нашего синдиката Был при каком-нибудь деле Да, вот мы общаемся с Ваней, редко встречаемся Но вот он не задействован И я придумал, как задействовать Ваню Он будет директором автосалона Понимаете, есть синдикат Это такая корпорация И будут у этой корпорации отделы Один отдел занимается расширением Другой отдел это... Сужение Сужение Не, ну согласитесь Крутая же тема с автосалоном В таком формате Кстати, у нас в России Я такого не видел В Америке такие автосалоны есть Мы все видели их в фильмах Я хочу сейчас этот вопрос Обсудить с теми людьми Которые шарят в автотеме И которые сидят в соцсети Амино Это соцсеть, в которой люди общаются по интересам Я захожу в Амино Авто и транспорт Здесь легко найти единомышленников Есть опросы Аудио и текстовые чаты Можно присоединиться к открытым чатам Или общаться в личке Можно друг другу звонить Как в мессенджере И даже можно позвонить группе людей До 100 человек Разумеется И голосовые сообщения оставлять тоже можно Есть кинозалы Люди вместе смотрят видосы И обсуждают их А еще здесь есть новости Блокпосты И крутая вещь Это викторины В общем, этот сервис Напичкан ништяками И скажу я вам В нем можно залипнуть На многие часы Ссылка на скачивание приложения Соц сети Амино Будет в описании под видео Качайте на iOS На Android Заходите в это приложение И будем обсуждать важные вопросы Это автотема Ребятки Первая тачка в нашем слоне Какая думаешь будет? Газель Ты хочешь ее продавать? Нет Ну все Она для вида будет стоять И первой тачкой Будет волчара Вань За сколько продавать Эту нашу первую машину? Как думаешь? Я ее Ну как не я ее выкупил Леша мне ее выкупил за 40 Ну ты ее в начальном уровне Ставку покупал Ну за 70 Ну мы ее Стойку подергали Тома стойку подергал Короче минимум я думаю Рублей 107-180 А может и 200 В смысле? Нормально Нормальная цена Ты хой сотка Новую целую Сотку накинул еще А почему так? Объясни пожалуйста Цельной ремонт Кастом бокса Во первых Очень дорогой А я понял Дерганье томы Это мега дорого Это еще дорого Это бесценно Не ну реальная цена Я думаю Почему ее можно продать Ну блин 150 Если привести ее в порядок 150 Это прям вообще 150 По технической части Если даже ее разбирать Один мотор У тебя РБшка Только с коробкой Стоит там 1060-70 Плюс колеса Блин стоит А да Волк рейсинг Волк рейсинг 20 Ну и сама машина Соответственно Там даже по запчастям Что-то с нее Как-то Чего-то Можно В принципе Башбар Все на башбаре Держится За запчастям Есть продавайте Она сотку будет стоить Да Вообще прям в легкую Ну конечно Одни колеса с мотором Только уже 90 Ну конечно Ну конечно Я смотрел объявления И вбиваешь в поиски Механика Задний привод От 150 сил И ценники От 200 тысяч Ну реально От 250 А 250 Саня говорит От 250 Если японцев Праворульных Брать Они в основном На автомате Идут То есть на механике Ты вообще В принципе Ничего особо Не найдешь Не возьмешь Так Ну я конечно Хотел дешевле продавать Но так раз Ты меня надоумил Что эта машина Все же дороже стоит Давай ее Хоть вот что-нибудь Сейчас с ней сделаем Ну чтобы не просто так А то скажут Купил за 40 Продал за 100 Давай там Не знаю Масло поменяем Антифриз поменяем Что-нибудь Не знаю Еще Колес подкачай Мы никого не обманываем Кстати В нашем автосалоне Мы прям Говорим все как есть Эта тачка Вшатана вот там Въебана вот здесь Подвеска Вообще не знаю Че Потому что на камне Она залетела Гнилая вся напрочь Нахер Вот просто Вся гнилая Покупайте Ну что все Сгоняем тогда И погнали Погнали В ту секунду Пока мы заезжали Мы ее за полтинник Обдали На самомойке Все Тачка чистая И у нас Ровно 40 тысяч рублей В бюджете Мы сейчас возьмем Еще больше Агрессии Добавим Волчаре Сейчас он Светло-серый Он будет Темно-темно-серый Сейчас Ваня Врубит Даню И оторвет Тут все Мне нахрен Шли годы Просто сегодня Тренажерчик Отпусти Знаешь что там Люди строчат В данный момент Есть же болгарка В комментариях Тебе пишут Прямо сейчас А теперь А теперь Из этого Сделаем Спойлер Еще сегодня Пока я ехал К Ване У меня было желание Перекрутить колеса И вернуть их Обратно Но Пока я ехал Ты представляешь Сколько людей Мне респектовали Они такие Ооо Круто чувак Оставим мы Вот с таким Расширением Эту машину Это фишка Этого автомобиля Ее узнают Именно по этим колесам А вот Саня Говорит Что не нравится Саня прям бомбит Говорит Давайте перекрутим колеса Ну нет Но Ване нравится Да Ване нравится Да все Оставляем так колеса Да я возвращал Когда его У меня были Очень теплые чувства И намерения Сделать Эту машину Лучше Но у меня 40 тысяч бюджет У меня нет Ни хрена Никакого толком бизнеса Есть конечно У нас доход по малярке Но малярные работы Они покрывают Только аренду Нашего помещения Я вынужден Сейчас просто Вложить все Что у меня есть Машину Все деньги В дело Которое Возможно Выстрелит Риск Есть В любом бизнесе Если сейчас Я вложил бы Этот 40 лет В эту машину Я просто был бы Волчара Который выглядел Чуть-чуть получше Но все равно Это был бы Гнилой Ниссан Не будем Никого обманывать Вань Ты стрел Фильм трансформеры Помнишь Когда они покупали Камара Помнишь Какой там был Автосалон Таких крутых Тачек Америкосов Я вдохновился Наверное Этим Американскими Фильмами Вот хочется Что-то такое Сделать Типа на улице Где стоят Типа выезд Такой Пусть вы Зашедший Про дайван Ходит все время Такой Это классная тачка Это супер Вообще Просто Это бомба Это лучшая машина Которая вы можете Себе позвать Вы обязательно Сегодня уедете На ней за рулем Всего лишь Навсего За 50 тысяч Баксов Красава Ваня Ты прям Описал То что прям Вот я сейчас Хочу сделать Да Да Пусть они будут Полуубитые машины Но они будут Интересные Каждая машина Будет с душой Чем мы отличаемся От других автосалонов Понимаете Мы официальный дилер Ведер Не не Точнее Мисслкаров Дрифтовых На данный момент Официальный Синдикатовский салон Подержанных Крутых тачах Крутых Вань давай не будем Всякое говно брать Ну то есть Неинтересные машины Полукарчей Да Полукарчей Не будем брать Там солярис Все вот это У нас будут Только интересные тачки Вот видите На данном этапе Нам приходится Самим все делать Любой бизнес Наверное Так и начинается Потом у нас будут Люди Специально Обученные Подготовленные Нормальная амбиция У пацана Че Пацан К успеху идет Ну что ребята Я рад вам Представить Этот торжественный момент Открытие Автосалона Ну что друг Развязаем Неточку Надо вот так держать Потом вот так И кусочек еще И в карман И в карман Ну что Друзья Смотрите Вот она Наше детище Наш автосалон Ну что Вот наш первый автомобиль На продаже На нашей витрине Всегда мечтал Открыть Именно такой Автосалон Мне не нужен пафос В основном Это все делается По фану Я просто хочу Открыть Автосалон Корчей Ты вот пришел сюда И за приемлемую цену Купил автомобиль На котором поехал Сразу же Дубас Что мы сделали С тачкой Если серьезно Мы кое-где Подварили Подлатали Поменяли жидкости Масло Антифриз Покрасили ее Понятное дело Мы не привели ее в идеал Да Это корч Но Сравните просто До И после Каким я его нашел И какой он сейчас Что касается Антифриза Поменяли Вот на такой Антифриз Оранжевая канистра Кулстрим Хочется вообще Вам рассказать О важности Антифризов Это очень важная Жидкость в автомобиле Такая же как масло Неправильно Подобранный антифриз Может привести К поломке Помпы Коррозии Поломки радиатора И так далее Как нужно выбирать Антифриз Если вы выбираете Антифриз по цвету Это неправильно Краситель может быть Любым И если вы выбираете По классификации G11 G12 Это тоже неправильно Потому что это Классификация Концерна Volkswagen И подходит только К их автомобилям Правильно выбирать Охлаждающую жидкость Только по официальным Допускам Автопроизводителей Так же как Моторное масло От себя я хочу Посоветовать Антифриз Кулстрим Он сделан из Зарубежных компонентов Но производится в России Имеет огромное количество Допусков Автопроизводителей И выбран для заправки На большинстве Иностранных автозаводов В России В розницу Антифриз Кулстрим Продается в такой Оранжевой канистре Так же я оставлю В описании ссылку На статью О том Как выбирать Правильно антифриз Отнеситесь к этому Серьезно Это очень важно Многие Недостроенные Свои Недостроенные проекты Продают На досках объявлений Очень дорого А мы здесь Постараемся Установить Такие доступные цены Да? Давай цены писать Надо как Ты же хотел По аналогии С американским салоном А у них знаешь Такие типы надписи Там Соле Соле Одна цена Перечеркнута Другая цена Сейчас так же Все надо Давай установим цену Давай Маркер пожалуйста И это Откуда? Господи Спасибо Какой ты ценник Установишь? Ну я вот как говорил Ну и плюс там Ну чтобы еще Поторговаться Типа там Ничего Нормально 170 тысяч Не Вань Дорого 100 наверное Да? Давай не тебе Не мне 110 170 Потом 110 Просто Вот так вот Снизу Подписать Деньги Очень Нужны Как обычно В объявлении Пишут Я бы ее Не продавал Я бы ее Не продавал Просто ребят Семейные обстоятельства Машину Моя любимая От сердца Отрываем Повторю Что он здесь делает Это Нашего дорогого Клиента Летний корт Они продают его Может они тоже Они будут не против Если мы его тоже Вжарим Давай Автосалон как минимум Должен состоять Из двух автомобилей Да машина Из двух Да А то иначе Это не автосалон Поэтому Ребят Ну цену Нормальную поставим Нормальную такую Объективную 999 тысяч рублей Вань Ну я же сказал Что у нас будут Доступные цены Если реально смотреть Объективно На цены Готовых корчей С мотором Как здесь стоит С коробкой Как здесь стоит 154 коробка И один GZ Чиповый Вот Блин Там 700-800 Цена на них Это вообще минимум И причем Там непонятное состояние А здесь все В идеале Поэтому Единичка Побраски с торгом Все же Это автомобиль Как исключение У нас будут Доступные цены Понимаешь Вань И у нас будут Машины попроще Пока И мы сразу Запускаем акцию Сразу запускаем акцию Покупайте у нас 10 автомобилей Этот получаете Бесплатно Что-то это жирно Сейчас 10 Купят по сотке И вот этот Бесплатно Ты им отдашь Ну там Есть короче Лазейки Махинаторы Хреновы Ладно Не пугайтесь У нас Нормальный Автосалон Будет Я никому не говорил Но основная моя цель Вот даже не деньги Я хочу Чтобы Здесь стояли Тачки Которые Валят На которых Интересно прокатиться И чтобы я Как тоже Совладелец Ну Владелец синдиката Да можно сказать Приходил Выбирал любую машину Для гонки И ехал на ней Потом пригонял Дальше ставил на продажу Все Такая у меня цель еще Вань Я отдаю тебе сейчас Все что у меня есть Машину И вот 40 тысяч рублей Я надеюсь Ты правильно распорядишься Этими деньгами Да Для того чтобы Вы понимали Человек вообще Просто Последний отдает Последний отдает Реально У нас В рамках синдиката Все 50-50 Поэтому Давай 40 тысяч Ну в жизни Да конечно В жизни Да конечно У меня есть деньги А вот в проекте Все деньги Которые есть у нас Мы их в проекте И оставляем Чтобы люди понимали Они не понимают Что у меня есть реальная жизнь Где у меня есть деньги Да есть у меня деньги А есть проект Но в проект Из реальной жизни Я не вкладываю Вообще ничего Вот 40 тысяч Ну что Ваня будет Скупать тачки По хорошей цене Ну Желательно Чтобы была цена Дешевле Да Чем Обычно Стоят машины Но Продавать Давай так Но продавать Будем все равно Дешевле Чем Рыночная цена По поводу поиска Я предлагаю Такой вариант Основным каналом Откуда будет приходить Все Это будут известные Всем площадки Достки Объявления На которых будем искать Я там В частности Буду искать Еще было бы круто Конечно Если бы мне На инстаграм Писали люди В директ В принципе Там и есть Мой телефон В контактах И предлагали Свои какие-то варианты Как дополнительный Такой канал Откуда может приходить Ну соцсеть Почему нет Твой инстаграм Многим известен Там сколько Пять тысяч подписчиков Девять уже Девять Ну ладно Ссылочка там будет В описании Ладно Раз это дело общее То и вклад должен быть общий То что мы делали С машиной То что краска Антифриз Замена масла То что мы ее подделали Подлатали Это пускай останется Тогда за мой счет Потом когда Когда раскрутимся 50 на 50 Да и с продаж Конечно Сейчас деньги Не будем выдергивать Будем Чтобы дальше развивался Покупать больше машин Ну я может быть Немножко выхвачу На расширение Но посмотрим Ну все Вань Автосалон Синдиката на тебе Давай Не подведи Давай Я думаю Что у нас все пойдет Пойдет Ну что поехали Субару Посмотрим Что там Распил Не распил Корпил Не надпил Сань Даришь прокатиться Здорово Посмотрел Твоё последнее видео Ну да Пострел видео Да Как ты Покопался А Покопался В тачке Ты что Не смотрел Я сам не знал Что Такая херня Произошла У меня просто некогда Было Я там Занимался То жига То Еще Чем Переход Краска Переход А Вот здесь Шов Замазанный По стойке Вот здесь Вот здесь Вот здесь Считали Тачка На учет Встает И до этого Она вставала На учет Без проблем Вот я из Читы Я из Читы И я знаю Что такое распил Распил Это вот так И вот так А Вот так И вот так Это не распил То есть Цены номера Как бы они сперли Да И с ними все в порядке Да А то что Вот там где ты сидишь И дальше Это от другой машины Понимаешь Если у тебя будут выявлять Распил Эта машина Или не распил Они будут выявлять Вот по этим стойкам А никто туда не полезет Вообще нормально Изи Ездить на ней И тем более прыгать На трамплинах В ралли Просто рискует Если хочешь продать Я же кстати Теперь владелец Автосалона Я автосалон открыл На хера Ты еще будешь там продавать Ты бы видел Как вам написано Вот так Такая вывеска Красивая Автосалон Написано Серьезно Плажки там Все дела Что ты держишь Я тебе правда говорю Там у меня эксклюзив стоит Знаешь как Лаурейджа Стейджи с лаурелем О Стейджи с лаурелем У меня там Морда от Стейджи Жопа от лауреля Здесь тоже Здесь тоже Морда от субару Жопа от субару Там половинки Назову половинки На самом деле Не половинки Конечно Я хочу продавать Там На самом деле Там будут интересные тачки Там будут только интересные тачки Сейчас вот многие подумают Что реально Половинки будут продавать Да нет я не хочу Это делать Я хочу нормальной тачки продавать Пока половинки Я не знаю Я не знаю Реально такое совпадение Получилось Серьезно До меня только сейчас дошло Что даже та Сильвия Которая сейчас там стоит Да Которая случайным образом Вообще попала Она тоже же Из двух половинок Но нет Она целая машина Но Это Сильвия С мордой от сикса Лаурель С мордой от стейджи Субару С мордой от субару Если ты продаешь Эту машину Я дашь мне денежку Давай не так Давай не так Вопрос ставить Знаешь Ты говоришь Ты снова становлюсь должен Ну аудио у тебя тоже была не фонтан Мы там подваривали Заваривали Порог там ровняли Порог у тебя битый был Дверь была битая А кто мне его так шатал Давай не так Я просто помогу Ее продать эту машину Ты принял ее Все Принял Все Долго у меня нет В любом В любом В остальном Помочь продать Я тебе ее продам Я официальный дилер Половинок Половинок Да Хорошо Ты говоришь Если я куплю еще какую-нибудь дичь Я обязательно тебе ее скину Люблю Люблю дичь Люблю дичь Люблю автомобильную дичь Нет Теперь у нас вообще никаких терок не может быть Мы вот В одной В одной команде Синдикат Ладно Решим вопрос Дубровский синдикат Это то Чем я сейчас живу Я хочу развиваться сам И дать возможность Развиваться другим Но тем людям Которые искренне этого хотят Тем людям В которых я чувствую что-то Человеческое Тем людям На которых я могу положиться Занятие не из легких Создать такое сообщество Но когда оно будет сформировано Мы свернем горы Подписывайся на канал И следи за развитием событий Дальше Только вперед